Уважаемые члены клуба, дамы и господа, приветствую вас! Режим самоизоляции, особого карантина режим продолжается. Мы подчиняемся, требуем наших правительств, сидим дома и продолжаем свою работу в режиме онлайн. Как вы знаете, Cosmic European Club перевел свою деятельность в онлайн режим на 75%. И мы продолжаем проводить онлайн SEO-форумы с руководителями компаний, где они рассказывают о своей деятельности, о проблемах, с которыми они столкнулись в результате пандемии коронавируса. И сегодня у нас в гостях глава представительства компании «Сетка» в Азербайджане Артем Крошаков. Добро пожаловать, Артем! Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рад участвовать в этом полезном, интересном мероприятии. Всем добрый день! Артем, прежде чем мы перейдем к серии вопросов-ответов, я хотел бы попросить, чтобы вы нам рассказали о компании «Сетка» и ее деятельности в Азербайджане. Да, конечно. Компания «Сетка» — это, прежде всего, производство промышленного оборудования, а также инжиниринг, строительство в горно-рудной и нефтегазовой сферах. В Азербайджане мы присутствуем в лице небольшого представительства и сфокусированы прежде всего на нефтегазовой сфере. Мы поставляем буровой инструмент, буровые ключи. Это уникальное оборудование, которое было изобретено, так сказать, одним из основателей нашего партнера, завода «Экель» и является уникальным продуктом, который оценили нефтяники уже больше ста стран мира. В Баку мы активно работаем, мы также изучаем вопросы и перспективы развития нашей компании в горно-рудной сфере, в частности, золото добывающее, в частности, алюминиевая промышленность, есть алуниты в Азербайджане, горно-рудные — это железная руда. Во всех этих направлениях в строительном секторе — это производство строительных смесей, стекольная промышленность. Во всем этом мы активны. Но прежде всего, пока нефтянка — это наш фокус, поэтому мы работаем с ведущими буровыми подрядчиками Азербайджана и региона в целом. Не секрет, что большинство компаний в результате пандемии коронавируса столкнулись с серьезными проблемами. И у каждой отрасли есть свои проблемы. Я хотел бы, чтобы вы нам рассказали, с какими проблемами столкнулась ваша компания, и в чем вы видите решение этих проблем. Наша компания, прежде всего, поскольку фокусирована в Азербайджане, в Баку, на нефтегазовой сфере, столкнулась, кроме коронавируса, с падением цен на нефть. С одной стороны, это наша общая боль. С другой стороны, хочу всех, так сказать, немного успокоить. Не все так плохо, как кажется. И вот эти страшные новости, что нефть продается дешевле, в минуса ушла, и она действительно уходила в минуса. Это особенности фьючерсной торговли, это особенности контрактов. Да, ее очень много, да, эти проблемы назревали давно. Коронавирус только был поводом, а не причиной. Причины перепроизводства. Десять лет назад в Америке никто не производил. Сейчас, ну, я утрирую, сейчас это ведущий мировой производитель. И многие страны нарастили производство. Россия несколько раз за последние пять лет обновила свои рекорды и прочее. В мире перепроизводства нефти, ее много. Когда нас пугали, что завтра нефть кончится, этого не было, этого еще долго не случится. А в результате с коронавирусом, когда упало потребление, когда перестали летать самолеты, когда встали машины, конечно, это резко-резко вышло наружу. Здесь надеемся только на глобальные решения. Очень радует, что ОПЕК, наконец, могло о чем-то договориться, сделать шаги. Я обратил в новостях, что именно министр Азербайджана, он нефтяной, нефтегазовой сферы, он предложил дополнительные ограничения обсудить со странами вне ОПЕК+. Он про это говорил. Так что здесь даже на государственном уровне одно государство ничего не сможет сделать. С другой стороны, что поддержка нефтяникам тоже нужна. И когда говорят, что нефтяники очень богатые, забывают о большой социальной нагрузке, о налогах, и из них очень много денег и выкачивается. Поэтому поддержка, особенно именно в острые кризисные меры, нужна. Я думаю, что государство разберется, какие-то дешевые кредиты или прочее. Если переходить конкретно к нам, к поставщикам оборудования, то мы очень сильно зависим от спроса. А спрос зависит от бурения. И мы, конечно, ожидаем, что бурение в этом году сократится, и здесь ничего не поделаешь, потому что спрос падает. Но есть, опять-таки, с чего я начал, как я хочу всех обнадежить. Мир не стоит на месте. И у нас потребление ни в два, ни в пять раз упало. У нас есть долгосрочные покупатели и контракты. Когда завод заключает с поставщиком на миллиарды сделки, это не так, что сегодня я отказался, завтра я принял. И вот этот весь трейдинг, который сбоку, это, конечно, немножко спекуляция в чем-то, и фуктуации большие. А бизнес идет, нефть качается, газ качается, поставляется. Сейчас потихоньку будем восстанавливаться. Люди, соскучившись по поездкам, поедут. Будем восстанавливаться. Это нормально. Нефть упала, нефть выросла. Благодаря кризису она упала намного резче, чем раньше. Но я думаю, что она в пределах полугода восстановится до каких-то адекватных значений. Порядка 30-35, может быть, долларов, если мы по бренду ориентируемся. И будет так вот болтаться. На этом можно работать. При условии, что государство, может быть, даже не поможет, а снизит какую-то нагрузку на нефтяников, налоговую прежде всего. Например, на примере России могу сказать, что уже снимают экспортные пошли с 5-6 долларов до 1-2. И это помогает. В некоторых странах какие-то кредиты. Сакар – это большая компания. Мы не говорим про глобальный проект на 10 миллиардов, которому надо денег дать. Но в структуру Сакара входят там производственные подразделения. Азернефть, Сакара ГШ, Дресбуровых работ. Те, у кого отдельный бизнес, текучка, у которых люди, которым надо платить зарплату, у которых также оборот, денег крутится, которым надо закрывать ликвидность. Может быть, какие-то кредиты на выплаты заработной платы, стимулирование, чтобы людей не увольняли, поддерживали. Какие-то льготы, послабления. Но я думаю, мы об этом уже будем говорить подальше, как в целом поддержать. Наш бизнес пока держится. Конечно, мы ожидаем падения оборота. Но понимая стратегическую направленность этого сектора, понимая тем, что бывают взлеты и падения, мы к этому готовы. Наше промывое производство, оно нахолодится в городе Одесса, в штате Техас, в Америке. Мы его смогли даже продлить, не останавливали, что нам позволило выполнить все заказанные, так сказать, все заказы, сократить даже время производства. На будущее у нас нет какого-то затавания, нет какого-то времени ожидания. В общем, работаем. Конечно, это потребовало дополнительных затрат. Организация так людей, чтобы они были растянуты по сменам, чтобы не так массово приходили на работу, кого-то отправить вынужденный простой из-за подозрений, потому что, как вы видите, в Америке достаточно большое количество спресс-заболеваний. Но мы с этим справились. И дальше, конечно, будет постоянная проверка на вирусы, на тесты, это расходы, будет постоянный мониторинг, контроль ситуации, кто как работает, дополнительные средства на антисептики, на маски. Но это все возможно организовать, я думаю, особых проблем не будет. Падение будет. Но посыпать голову пеплом не надо, прорвемся, все будет хорошо. Мне кажется, вы можете меня поправить, что если в нефтегазовой сфере не столько нужна финансовая поддержка, сколько нужна какая-то стратегия, единая государств ОПЕК+, для того, чтобы выйти из этой ситуации, потому что от коронавируса, от пандемии коронавируса пострадали все страны. То есть практически нет стран, в которых ноль заболевших. Поэтому, как вы думаете, вот в Азербайджане, вы знаете, есть определенная программа, инициированная президентом Азербайджана Рихамом Алиевом. Там три направления, это экономическое, социальное и финансовое. Аналогичные программы есть в России и в других странах. Как вы думаете, какая поддержка должна быть нефтегазовому сектору, чтобы восстановить прежние темпы, хотя бы вернуться на определенный позитивный момент? Я думаю, для нефтегаза важны длинные деньги. И самое лучшее для нефтегаза это не надеяться на какие-то дополнительные вливания или кредиты, а понимание, что, например, там 2-3-5 лет у него будут какие-то послабления по налогам. Если я знаю, что мне разрешат сделать небольшие налоговые каникулы, например, по социальным выплатам на работников, я сижу со своими баллотерами, экономистами, и я считаю, какой у меня будет поток. Я не надеюсь на то, что завтра есть у государства деньги, они мне дали. Завтра всплеск, надо новую больницу построить, деньги ушли туда. Не надо прямых вливаний, можно ослабить налоги, это первое. Также по всему сектору, кроме тех отраслей, которые требуются дотации напрямую, я бы сказал, что, мне кажется, более выгодно, если просто опускают широким спектром налогов для бизнеса. Это могут быть социальные выплаты на работников, это могут быть НДС, это могут быть различные налоги. Оставьте больше денег предпринимателям, так же, как и людям, можно понизить временно налоговые каникулы на НДФЛ, на доход физических лиц. Это будет лучше. Кроме того, точечные меры, кредиты какие-то государственные с 1-2%, они были бы актуальны, чтобы залатать какие-то текущие дыры. Вот сейчас там упал, допустим, выручка с продажи, мы на нее не рассчитывали, мы не ожидали, у нас кассовый разрыв. Дайте нам кредит на полгода, на год, может быть, на три месяца, в зависимости от бизнеса, у нефтяников подольше. И тогда мы сможем заткнуть дыры. Вот это как бы максимально эффективное решение, а стратегическое решение, во всяком случае, в нефтегазовой отрасли, я вижу только в международной кооперации, потому что и здесь важно участие всех игроков. Когда ОПЕК плюс садится, а там не участвуют крупнейшие игроки, там Норвегия, Канада, США, это несерьезно. Когда даже они вовлекаются, но все равно кто-то говорит, нет, мы будем производить, это фрирайдер, это не работает и тогда нарушают все, поэтому все рушится. Пандемия коронавируса, она на самом деле с одной стороны очень позитивно повлияла на наше восприятие жизни, начало менять мир, наше отношение к онлайн проектам, наши дети учатся в онлайн режиме, мы управляем своим бизнесом и сотрудниками в режиме дистанционного управления. И как вы думаете, как изменится мир в постпандемийный период? Что изменится в стратегии вашей компании? Как это повлияло на вас лично? Прежде всего, конечно, это больше онлайн, это больше онлайн работы, переход в онлайн. Я думаю, что это коснется нас и коснется других компаний, оптимизация расходов. Зачем нам большой офис, в который мы приводим всех сотрудников, если 50%, 70% этих сотрудников могут работать на удаленке, оптимизация расходов. Это хорошо и для людей, что из дома не будут тратить время на передвижение и хорошо и для компаний сокращение расходов, меньше контактов, что тоже важно для безопасности. Второе, это, конечно, в производстве нельзя оптимизировать это. Есть станок, люди работают, завод, он работает, там просто будет увеличение расходов, потому что безопасностью здесь поступаться нельзя. Кроме того, мы, например, давно с этим столкнулись, наша компания, практически все, что мы делаем, наше оборудование на 100% наше. Мы занимаемся закалкой стали, мы сами ее готовим, вырезаем от болта практически до всего. Это наше собственное. Это очень сильно удорожает процесс, но это позволяет контролировать технологию и поэтому наше оборудование самое надежное. Это образец для других, для конкурентов. Но оно дорогое, потому что, когда вы не используете специализацию, разделение, вы не используете кооперацию международную, ваш продукт дороже. К чему я это веду? Сегодня, когда политические вопросы безопасности выходят на первое место, я думаю, многие страны захотят пройти через некоторую реиндустриализацию. Мы никогда не делали маски. Зачем? Они стоят 10 гапиков и продаются. Вот самолет закажи в Китае. Кто сейчас закажет самолет? Их нету. Их надо срочно производить. За две недели наладили в Баку производство. Давайте говорить более широко. Диверсификация экономики позволяет диверсифицировать риски. Давайте будем восстанавливать какие-то базовые, текстильную промышленность, большее внимание переработки в сельскохозяйственном. Во-первых, это диверсификация, во-вторых, это безопасность. Когда вы что-то... Поэтому, я думаю, все компании пойдут по нашему пути. Мы это делали из-за качества. Кто-то будет делать это, потому что государство им сказало, потому что безопасность. И заказывать это во Вьетнаме, это в Китае, это в Тайване, а самим собирать так не будет. Конечно, не везде можно делать айфоны. И такого не нужно. Но я имею в виду, что многие компании задумаются об этом. Я думаю, государство тоже должно это поддержать. Если завтра кто-то приходит в Министерство как-то пусть экономического развития и говорит, я хочу запустить линию по производству пластиковых бутылочек. Значит, должна пройти мысль, должна пройти такая поддержка. Любой завоз оборудования под это дело, не важно, это специальная зона, free economic zone, они не настолько эффективны. Это просто распространится в любом точке страны. Может, я здесь живу, мне здесь удобнее, во дворе поставлю. Но завоз оборудования без таможенных платежей. Два года работы без каких-то налогов. Распространить это на всю страну, все, что касается промышленных объектов. Очень важно, я про это не сказал, если государство синхронизирует свою работу, чтобы я мог прийти в одно место и сразу же автоматически распространилось. Это не только для бизнеса, это и для населения. Если завтра государство скажет мне, с 4 мая я могу ездить, я сел на машину и поехал на кладбище навести своих родственников, а меня останавливает полиция и говорит, нет, штраф, до нас еще не дошло постановление. Вот этого тоже не должно быть, должна быть синхронизация. и больше внимания уделить конкуренции, больше внимания уделить спустить власть на места. Я сегодня увидел новость, что в Баку закатали в бетон деревья, там, залили, и вот люди там начали возмущаться, увидели, и все. Это дело района, это на районе люди должны возмущаться, районная власть уже видеть, реагировать. Не должен массово кто-то там в каждое такое маленькое дело везде должно контролироваться. Так и на другой улице тоже так могло быть, но мы это не увидели, значит, это пропустили. Наша компания будет это все учитывать, будет больше, наверное, производить самостоятельно, больше внимания уделять безопасности. И если говорить уже на личности, опять-таки, да, мы перешли вот уже к районам, к людям, я думаю, что все люди оценят то, что мы сейчас поняли, как важно человеческое общение. Меньше будет встреч в ресторане с друзьями, когда мы все сидим в телефонах. Это очень здорово. Можно сходить друг к другу в гости и заказать такую же ресторанную еду, если вас некогда готовить, вы на работе, они на работе, все все понимают, заказали вкусно, покушали то, что мы любим, не тратя полдня у плиты, но при этом встретиться дома, а не в ресторане, семейно. Больше времени уделять дома. Я уверен, что когда бизнес будет переходить на онлайн и все будут отказываться от больших офисов, много людей будет работать на удаленке. Я дам всем один большой совет. У кого есть заначка, пора доставать, у кого заначки нет, надо брать монатную ипотеку и срочно покупать землю на Абшироне. Мардакян, неважно, хоть куда, потому что чего-чего, земли больше не будет. А когда мы через пять лет все будем работать из дома, то лучше работать с видом на море. А вот участков вокруг Баку больше не появится. Так что вот к этому надо готовиться людям. Меньше передвижения по городу, меньше пробок, лучше экология. Больше дома, больше с друзьями. Я боюсь, для ритейла начнутся тяжелые времена, потому что из вопросов безопасности большие торговые центры не сразу восстановят свой трафик. И люди поняли, мне кажется, что можно без многих вещей обойтись, будут меньше покупать. Да и денег сейчас нет. Этому бизнесу придется тяжело, но людям, мне кажется, будет полегче, потому что переосмыслят ценности. Чем можно заниматься? Играть с друзьями, играть в какие-то настольные игры, приглашать их в гости, играть с детьми, смотреть вместе видео, слушать аудиосказки. У нас, например, маленький ребенок аудиосказки чудо, как выручают. Старая классика, когда я занят делом, а кто-то там за компьютером не смотрит 24 часа в сутки, а просто слушает. Это совсем другая степень восприятия и доражит фантазию. Очень хорошая вещь, в отличие от мультиков постоянных. Готовка, работа, это все, конечно, есть. Я лично на самоизоляции тоже уже давно, уже больше месяца, и это непросто, очень непросто. Но когда меры чуть-чуть ослабят, и можно будет выходить, немного прогуливаться. Я думаю, здесь очень важно всем людям понять, когда завтра, послезавтра, через неделю скажут, да-да-да, мы отменяем смс-ки, не надо ломиться всем на бульвар, обниматься и хлопать друг друга по плечам, и всем скорее бежать. Надо осторожничать. Не надо срочно высыпать на улицу. Отмена, это не значит, что вируса нет. Мы часто об этом думаем, что государство сказало нет, ну, значит, замечательно, все, я про все забыл, как страшный сон. Нет, это не так. Чтобы не было никакой второй волны, давайте все будем осторожнее, давайте будем как-то поспокойнее, потому что мы все надеемся, нам помогут, нам помогут, давайте сами тоже поможем и не будем, все соскучились, но давайте как-то поаккуратнее с этим. Вот, а так вот уходим онлайн, работаем из дома, переезжаем за город, вот такие вещи всех нас ждут, переоценка того, что действительно важно, времени, как мы его проводим. Благодарю, достаточно содержательный ответ. Относительно деревьев, после этого общественного резонанса Министерство экологии вмешалось в этот вопрос, оштрафовало компанию, которая это делала, и на самом деле очень важен общественный контроль, это мое личное мнение, потому что невозможно уследить за всем, но когда есть общественный контроль, эти блогеры, люди, которые публикуют это в соцсетях, это действительно дает возможность проследить со всеми моментами, которые были упущены исполнительной власти. Я хочу перейти к вопросу самоизоляции. Не секрет, что большинство людей, это и старшее поколение, и молодое поколение, подчинились правительствам, требованиям правительств, рекомендациям правительств и сидят дома, то есть подчинились вот этому требованию stay home, оставайтесь дома. Я хотел попросить вас, чтобы вы поделились рецептом, чем заниматься, чтобы это было и полезно, и приятно, какие вот советы, большинство советуют читать книги, смотреть фильмы, изучать языки. Может, у вас есть какой-то свой рецепт, все-таки как-никак месяц это достаточно длительный срок. Прошу вас. Да, я думаю, классические варианты все уже попробовали, это зависит от каждой семьи, от каждого, у кого какие цели. Если студент молодой, то он учится онлайн-курсы, да, если человек в возрасте уже, у него есть свободное время, он может читать, изучать то, что давно откладывал, за всю жизнь какие-то книги. У нас, например, вопрос стоит при том, что ребенок тоже дома, и причем я тоже достаточно в России сейчас нахожусь, у нас самоизоляция не такая жесткая, как в Баку, но мне, как приехавшему в город авиасамолетом дополнительные ограничения, я не могу выносить мусор, я не могу ходить даже в магазины вторую неделю, это запрещено. Поэтому достаточно остро это стоит вопрос, никаких выходов совершенно, и очень часто возникает такой мысль, да, фильмы, ну, посмотрели. Вот мне очень понравилось аудиокниги, это можно слушать всей семьей, я удивился, какие бывают большие эти аудиокниги, да, которые у меня совсем забылись, и это интересно и ребенку, и фантазию развивает, и он слушает, как-то концентрируется на этом. Мне очень нравится, я все время проигрываю друзьям в домино, купил, и сейчас тренируюсь с ребенком, вот, чтобы приехать в Баку с новыми силами, вот, поэтому всем бы посоветовал вернуться к классике домино, нарды, прекрасное времяпрепровождение, для самых маленьких есть цветные, то есть там с трех лет уже можно играть, такие вещи мне очень тоже нравятся, и совместная готовка тоже ребенку очень нравится, нам нравится. Если говорить уже о чем-то серьезном, конечно, собственный личностный рост, не надо об этом забывать, учеба онлайн, здесь уже советов давать не надо, бесконечные курсы, я лично тоже прошел несколько курсов прохожу онлайн, а вот чтобы такого интересного, я бы всем посоветовал не забывать про спорт, потому что я и сам столкнулся на первых порах с ухудшением самочувствия на самом деле, спорт, какая-то гимнастика, йога, каждый может найти свое простая вещь, вот поддерживайте здоровье, потому что завтра все выйдем, а организм какой-то слабый, не тот, и тут опять заболеть можно, поэтому вот я бы всем посоветовал уделять больше времени этому, ну и вот из конкретных вещей, те, что я назвал, наверное, так. Благодарю, и в конце я хочу попросить вас, чтобы вы обратились к членам Каспиен Европеен Клаб, другим бизнесменам, которые будут смотреть это видео, прошу вас. Всем, во-первых, здоровья и успехов, я надеюсь, что мы скоро пройдем этот тяжелый этап, будьте, так сказать, в хорошем настроении, хороший настрой, он все может преодолеть, я думаю, что каждый из нас переосмыслен многое, потому что время подумать было, двигайтесь по вашему направлению, с бизнесом, конечно, тяжело, это надо будет понимать, резать косты, переходить в онлайн, понимать, что будет какое-то сокращение доходов, сокращение всего, менять свой лайфстайл, это придется, но зато будут новые ценности, которые мы все будем ценить, время с семьей, время с друзьями, по которым мы все соскучились, не нужно много денег, чтобы встретиться и посидеть с хорошим другом, в отличие от того, чтобы прыгать с парашютом каждый день, нужно верить в перспективу и много работать, очень интересно было бы действительно собрать все предложения, все идеи, мы можем это онлайн также делать и потом после окончания передавать все госорганам, что мы от них ожидаем, и все с этим надо работать, двигаться, уже думать, как мы будем думать завтра, через день, через год, через пять лет понимать вот эти вот тренды, которые коронавирус может быть запустил, он их не создал, он их просто ускорил или запустил некоторые. В общем, всех успехов, удачи и будьте здоровы. Благодарю вас, Артем, за интересный диалог, было очень интересно с вами пообщаться. В конце каждого онлайн-сего форума я спиртую руки и призываю всех подключаться к этому процессу защиты гигиенической от соблюдения стандартных гигиенических норм, мойте чаще руки, если общаетесь с кем-то, если курьер что-то приносит, обязательно надевайте маски, старайтесь меньше контактировать с людьми, берегите себя и своих близких. Благодарю еще раз за интервью. Большое спасибо. Большое спасибо. До свидания. До свидания. Обращаясь к вам, я хочу еще раз поблагодарить за то, что остаетесь дома, за то, что остаетесь позитивными, изучаете языки, саморазвиваетесь, читаете много книг, и никогда не забывайте, что вместе мы сила. До встречи в очередных выпусках онлайн SEO Forum. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова